Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана в студии Султан Нугайбеков и о главных событиях к этому часу. С этого дня в республике введены ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор запретил посещать стационарных больных в медучреждениях и людей, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Также в больницах и поликлиниках вводится обязательный масочный режим. Дважды в день будут проверять температуру у пациентов, медиков, а также в образовательных и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей. В классах или группах, где по причине гриппа или ОРВИ будет отсутствовать более 20% детей, приостанавливается учебный процесс. Также Роспотребнадзор требует усилить дезинфекцию в медицинских и образовательных учреждениях, а также на пассажирском транспорте. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане превысила эпид-порог на 82%. В 92% случаев это свиной грипп. Государственные органы Татарстана теперь должны ввести страницы в соцсетях, ВКонтакте или Одноклассниках. Это в русле федеральных новаций сегодня на сессии утвердил Госсовет Республики. Повестка парламента была короткой, но насыщенной. Законодатели утвердили членов нового состава Общественной палаты Республики. Также парламентарии узнали, как идет служба у депутата Эдуарда Шарафиева, который уехал добровольцем на СВО. Обо всем подробнее Дмитрий Аринин. Сегодняшняя сессия Госсовета была короткой. В повестку унесли всего 17 вопросов. Заседание началось в 10 утра и уже в 12 часов дня закончилось. Необычной получилась и тематика встречи. В начале к депутатам обратился председатель Конституционного суда Республики Фархад Куснульдинов. Он рассказал, что вернулся из зоны спецоперации, куда доставил очередную партию гуманитарного груза. В этот раз мы тоже отвезли предметы первой необходимости. Это медикаменты, продукты длительного содержания. Две автомашины. Это УАЗ-452 «Буханка» и УАЗ-2121. Нашу гуманитарную помощь непосредственно встретил и принял наш земляк, наш коллега, депутат Государственного совета Республики Татарстан Эдуард Сулейманович Шарафеев. Депутат Госсовета Эдуард Шарафеев, который уже больше месяца служит в Татарстанском добровольческом батальоне, передал своим коллегам-парламентариям видео-привет. Я рад вас приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи. Выражаю искренние слова благодарности президенту нашей республики за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения. Вместе мы сделаем все, чтобы мир на этой земле наступил как можно раньше. И мы все вместе отметили нашу общую победу. Фарид Мухаммедшин поблагодарил Эдуарда Шарафеева и все, кто поддерживает наших военнослужащих и жителей освобожденных территорий. Города, районы, главы, которые везут самые необходимые средства первой необходимости туда для наших ребят, которые на самом деле в очень опасных условиях выполняют эту добровольскую миссию. Далее депутаты Госсовета рейтинговым голосованием утвердили 20 членов нового состава Общественной палаты республики. Из наиболее известных Ирина Александровская, Дмитрий Туманов, Тимур Камалединов и Тимур Кадыров. Мы имеем полное право их поздравить с оказанным высоким доверием и пожелать им успешной работы в Общественной палате республики Татарстан. Быть активными. Все муниципальные и госорганы Татарстана и их подведомственные организации станут более доступными для граждан. По федеральному закону они должны вести страницы в социальных сетях, ВКонтакте или Одноклассниках. Наши депутаты сегодня утвердили это республиканским документом. По состоянию на 15 декабря в республике уже 5500 организаций или 93% создали соответствующие свои страницы в социальных сетях. Федеральный центр делегировал республике полномочия проверки аттракционов. Этим займется республиканское управление гостехнадзора. В свою очередь на федеральный уровень татарстанские депутаты адресовали две законодательные инициативы. О расширении поддержки граждан при переезде в случае трудоустройства и более строком контроля рынка алкогольной продукции. Предлагают жестче наказывать изготовление алкогольной продукции из непищевого сырья. Речь идет о духах, туалетной воде, одеколонах, которые содержат этиловый спирт. В этом году в республике зарегистрировано 81 преступление, связанное с нелегальным оборотом этилового спирта. Административная и уголовная ответственность для физических лиц установлена только в случае реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Ответственность физических лиц в случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, действующим законодательством от бандыстративных правонарушений, не предусмотрена. Как объяснили, короткая сегодня сессия была обусловлена тем, что это не последнее в этом году заседание парламента. Депутаты планируют собраться и на следующей неделе. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Альметьевске, Нижнекамске и Набежных Челнах планируется строительство приютов для животных на 250 мест с возможностью расширения до 400. Об этом сегодня сообщили на заседании комитета Госсовета по экологии. Здесь обсудили вопросы содержания бездомных животных. За 9 месяцев в республике отловили более 10 тысяч бродячих собак. В ряде районов республики выросли риски возникновения случаев бешенства у людей от укусов животными. В этом году в медучреждения после нападений обратились более 8 тысяч человек. Сегодня в Дрожженовском районе почтили память трех военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в спецоперации на Украине. В селе Чувашское Дрожженое почтили память Игоря Арьяхова. Он был старшим оператором зенитного ракетного расчета, погиб 16 апреля. Указом президента России посмертно награжден Орденом Мужества. На его доме установили мемориальную табличку и открыли уголок памяти в сельской школе. В соседнем селе Харнавар-Шигали почтили память Ильи Денисова и Олега Ильбеева. Оба награждены Орденом Мужества посмертно. Сегодня на их домах также установили мемориальные таблички и почтили память в школе, в которой они учились. Дом их ждали односельчане и близкие родственники. Помолимся за тех, что сейчас мы же в зоне специальной военной операции. Пусть Бог даст им мужество, храбрость, стойкость и терпение вынести все эти тяготы. Такие наши земляки, как Ильбеев Олег, как Денисов Илья, они свою жизнь отдали, чтобы это прекратить. И сегодня наша задача, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение. В Татарстане возбуждено уголовное дело по двум статьям. Истязание малолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи подозревают жительницу Камско-Устинского района в избиении шестимесячного мальчика. Как сообщает следком, в августе малыш получил перелом основания черепа. Мать объяснила травму падением с кровати. Их госпитализировали. Через несколько дней медики выявили у ребенка новые травмы – переломы ноги и рук. Сейчас состояние малыша оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Женщина задержана. В суд передано уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского сада из Ознакаева, которая ударила двухлетнюю девочку. По версии следствия, в конце октября обвиняемая ударила по лицу и ногам ребенка в садике «Звездочка». Это видно на кадрах, которые сняла няня, временно заменявшая в тот день одну из сотрудниц. Причастность к совершению преступления женщина признала. Сразу после инцидента она написала заявление на увольнение. Еще двух сотрудниц уволили. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение педагогам воспитательных обязанностей». Теперь обвиняемый грозит наказание от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет. Дойдет ли дело директора 175-й Казанской гимназии до прокуратуры и суда? И в чем обвиняют Амину Валееву, выясняли корреспонденты интернет-газеты «Реальное время». В самолетах Густа у причала пусто. Казанский аэропорт в этом году бьет рекорды по пассажиропотоку. По новой концепции здесь будут строить третий терминал. В новом году на речные маршруты Татарстана выйдут новые суда, а в городах пересмотрят систему общественного транспорта. Итоги 2022-го сегодня подвели в Миндор-Трансе республики. На большой пресс-конференции Фарид Ханифов рассказал, что изменилось за год, какие проблемы возникают и как их собираются решать. Что летит, а что буксует, расскажет Лина Зинатулина. Если в 2009 году, по-моему, была принята концепция аэропорта 2,5 миллиона пассажиров, и мы должны были достигнуть ее вот-вот к этому времени, а мы достигли 4 миллиона. Предполагается, что до конца года Казанский аэропорт перешагнет и эту цифру. На такой пассажиропоток воздушная гавань не рассчитана. Неделю назад на совете директоров аэропорта с участием Рустама Миниханова приняли новую стратегию до 2050 года. Это новые склады для развития грузовых авиаперевозок и новый терминал. Мы поэтапно будем строить третий пассажирский терминал. Почему поэтапно? Потому что задача большая, и можно построить слишком большой терминал и остаться в полупустых помещениях. Поэтому концепция разработана, она утверждена. Сегодня дано поручение президентам приступить к проектированию. Пассажиропоток на воде наоборот упал с 334 тысяч до 317. И это в самом водном регионе Европейской России. В этом году 10 пригородных маршрутов обслуживали всего 9 судов. Три года назад их было 14. В этой связи президент республики дал ряд поручений. На поддержку речного транспорта выделено около 2 миллиардов рублей. За 2023 и 2024 годы должны ввести 6 новых метеоров зеленодольского производства. Два из них уже в следующем году. По программе ремонта к следующей навигации обновят минимум 5 судов. Нашли и способ открывать навигацию раньше обычного. Дал поручение Рустам Нургалеевич выкупить построенное судно А-217 пассажирское, где-то 160 или 170 пассажиров. Судно, которое может ходить с ранней весны до поздней осени. То есть даже по битому льду. В порядок приведут и все 22 дебаркадера. По расчетам, после принятия этих мер пассажиропоток за пару лет достигнет отметки в полмиллиона человек. События года на железных дорогах. Разворот грузоперевозок на восток. Открытие транспортно-пересадочного узла компрессорный. И запуск электрички в Нижний Новгород. К которой с ноября добавлен и встречный электропоезд. Буквально вчера на станции Лагерная открылась контейнерная площадка. Откуда в Китай отправился поезд с продукцией завода «Нефис». Самыми сложными вопросами у нас в этом году были Зеленодольск, Лениногорск, Бугульма и Ознакаева. Речь о городских автобусах. Сейчас московские и петербургские институты завершают расчеты маршрутов для этих городов. Не хватает транспорта и набережным Челнам и Нижнекамску, где растут новые микрорайоны. При этом муниципалитеты в этом году заявились на рекордные 300 миллионов рублей субсидий перевозчикам. Вот эти субсидии, все-таки их может быть частично пускать на закупку автобусов. И с муниципального баланса эти автобусы уже давать перевозчикам, для того, чтобы они могли держать цену билета меньше. То есть он не тратится на покупку автобусов, а тратится только на исходник. Бензин, кондуктор, водитель. Главный мегапроект М-12. Как стало известно, трасса Москва-Казань будет запущена на год раньше, уже в 2023. Отдельный вопрос, успеет ли за этими сроками компенсационный ремонт республиканских дорог, разбитых строительной техникой. В 2023 году мы никак пока не готовы, чтобы все наши 370 километров отремонтировать. И вот этот вопрос мы сегодня задали. И заказчик наш М-12 по 7-8 этапу и наш ГДС пошли делать новый график по ремонту этих дорог. Строительство М-12 идет без задержек. Нет и проблем с поставками металла. Мост через Волгу готов на 48%. На дорожное строительство в этом году были выделены рекордные 194 миллиарда рублей. Лина Зинатольевна, Алина Архузия, Ахметов, ТНВ, Казань. Продолжаем выпуск. Рустам Миниханов сегодня встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Это Рафаэль Валеев, Тимир Булат Самирханов и Михаил Фокин. Все они подопечные президента Татарстана в рамках программы «Наставничество». Занимают должности в компаниях IT, образовательной и банковской сферах России и СНГ. Рустам Миниханов отметил, эти сферы стратегически важны, так как за ними будущее. Также президент республики поддержал новые инициативы участников встречи и пообещал оказать необходимое содействие в их реализации. В Казани в эти минуты завершается церемония закрытия года «Казань – молодежная столица организации исламского сотрудничества». В IT-парке имени Башира Ромеева уже прошел круглый стол и торжественная часть с участием делегатов. Они поделились своим впечатлением от проделанной работы в Казани, заявив, что республика наполнила новым смыслом особый статус молодежной столицы ОИС. В свою очередь представители Татарстана заявили, несмотря на множество крупных мероприятий за год, работа будет продолжена. А возникшие здесь контакты и проекты уже имеют огромное наследие. Горжусь тем, что наша столица, столица республики Татарстан, имела честь быть столицей молодежного форма организации исламского сотрудничества. Тысячи наших молодых, лучших представителей наших стран приехали в Казань, приезжали в Россию. Мы обменивались лучшими молодежными практиками и после каждого такого мероприятия у нас остаются настоящие друзья по всему миру. Сегодня Рустам Миниханов встретился с Тахой Айханом, президентом международной организации «Молодежный форум организации исламского сотрудничества». Обсудили вопросы дальнейшего партнерства. На встрече подчеркнули сотрудничество по линии молодежи – важное составляющее укрепление международного взаимодействия. Очень здорово, что мы хотим. И не на улице, и и не на картинах. Юбилейная выставка известного художника Игоря Горбаря, открывшаяся к 150-летию мастера в Третьяковской галерее, сейчас одно из главных событий культурной Москвы. Зельфира Трегулова, директор Третьяковки, рассказывает Рустаму Миниханову о том, что художник очень любил писать именно российский пейзаж – зимнее и весеннее. На одной из картин президент Татарстана узнал будто картину из своего детства. Место для церковного камня. Там родник был, и мама моя вода поспала пианте, бедра. Продолжение разговора уже в более деловой обстановке. У Татарстана и Государственной Третьяковской галереи – давние дружеские связи. В рамках ранее подписанных соглашений прошло пять интересных выставок. И в Казани, и в самой Третьяковке. Икон Свияжска, работ Николая Фешина и шедевров авангарда из Казани. На подходе новые совместные проекты. Я с нетерпением жду реализации важнейшего для нас и для Республики Татарстана проекта выставки, посвященной деятельности Бюро Прометей. И действительно пророка современного искусства Булата Галеева. Мы хотим сделать эту выставку и у себя, и очень надеемся, что она пройдет на двух замечательных площадках в Казани, в потрясающем выставочном пространстве присутствующих мест в Казанском Кремле. Новое соглашение о сотрудничестве будет действовать в течение пяти лет, до 2027 года. А вот уже о ближайшем, текущем положении дел Рустам Мениханов продолжил разговор с представителями СМИ и творческой интеллигенции, которые пришли на заседание медиаклуба при полпредстве Татарстана в Москве. Литмотивом общения стала СВО, роль журналиста, в том числе на информационной передовой. Президент Республики, в свою очередь, рассказал собравшимся о темпах развития Татарстана. Вы представляете, в жизни нашей республики, что два крупных моста строилось в одно время. Это через Волгу и через Кам. Это огромные инвестиции. Это трасса М-12, продолжение трассы М-7 до Екатеринбурга. Это же через Татарстан полностью это проходит. Если все еще шалифы взять, это более 500 миллиардов рублей инвестиций. Приятной церемонией завершилось общение. Вручением наград выходцам из республики, в том числе тем, кто сейчас трудится в федеральной столице. Мы всегда гордимся тем, что мы прошли школу в Татарстане. Мы помним эти шестобы, выходные, когда под вашим чутким руководством мы принимали участие именно в стройке в республике Татарстан. И мы эту школу продолжаем сейчас в нашей столице. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Сегодня в КНИТУ КАИ состоялось торжественное заседание ученого и попечительского советов, посвященное 90-летию университета. За эти годы ВУЗ подготовил более 110 тысяч специалистов. С юбилеем преподавателей, студентов и выпускников поздравили Фарид Мухаммеджин и заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов. Вручили государственные награды профессорам и преподавателям, ведущим активную исследовательскую деятельность. Сейчас в КАИ обучаются 13 тысяч ребят, десятая часть из которых иностранные студенты. Университет славится такими учеными, как Сергей Королев, Николай Читаев, Валентин Глушко, Семен Нужин и Хамид Муштари. Сейчас в здании ВУЗа работает выставка инженерных разработок по программе «Стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», где показали прототип первого татарстанского спутника КАИ-1. Для нашей многовекторной экономики Татарстана вы фундамент. Кадры, которые вы готовите инженерно-технических специалистов, это тот базовый фундамент, на котором держится сегодня наша экономика. Пятиклассникам 36-й Нижнекамской школы сегодня презентовали проект-игру «Что такое нефтехим?». Создали ее тоже дети, будущие художники, на средства гранта, полученного в конкурсе программы социальных инвестиций «Формула хороших дел Сибура». В чем суть игры и как школьников можно увлечь нефтехими, знает Гульнар Мениханова. Ребята, вот то, что мы делали с вами. Что такое нефтехим? Так называется эта игра-конструктор. Ученики художественной школы вместе с педагогами трудились над ней почти год. Сами нарисовали, сконструировали и создали макеты зданий Нижнекамск-нефтехима. И вот сейчас радуются результатам своего труда. Мы посетили Нижнекамск-нефтехим завод, посетили объекты, которые запечатлили в проекте, сняли мерки, сфотографировали и снова продолжили работать. Перед вами находятся герои, создатели этого проекта, ученики детской художественной школы. Проект создавался специально для школьников. Ребята с любопытством рассматривают напечатанные на листах объекты Нижнекамск-нефтехима и изучают инструкцию. Папа и старшая сестра Дарья Гонькова и работают на Нижнекамск-нефтехиме. Поэтому девочке вдвойне интересно собирать макет объектов предприятия. Мне интересно все это приклеивать, вырезать. Ты узнаешь что-то новое, что находится на заводе. Проект появился благодаря победе в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Формула хороших дел Сибура». Полезны всем и создателям игры, и тем, кто будет в нее играть. Нам интересно, чтобы дети знали о нашем предприятии, что оно себе представляет, для чего та или иная установка, объект служит. Второе, дети художественной школы занимались настоящей проектной деятельностью. Они это создавали. За счет этого гранта получили очень достаточно оборудования кабинета, как раз проектирование. То, чего никогда не было. Там доски по краю, какие-то линейки специальные. Все закуплено было, настоящее, хорошее. Преподаватели, участвующие в этом гранте, сейчас получили на свои уроки персональные ноутбуки, чего у них не было. Теперь настольная образовательная игра появится во всех школах города. Гульнара Мениханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В преддверии новогодних праздников ТАИФНК АЗС разыгрывает подарки среди своих клиентов. Это второй этап акции «Полный бак подарков». Более трех тысяч призов, в числе которых годовой запас топлива, путешествия, квадроцикл, снегоход и главный приз – автомобиль. Во втором этапе предновогоднего розыгрыша своих владельцев нашли тысячу призов. Самый ценный из них – снегоход. Сегодня мы разыгрываем снегоход, путешествия и годовой запас топлива. Ну а кроме этого еще очень много основных призов. От лица сети ТАИФНК АЗС мы поздравляем всех татарстанцев с наступающим Новым годом. Желаем им всех благ, побед, почаще приезжать в наши заправки и выигрывать. Акция «Полный бак подарков» продолжается. Чтобы принять неучастие, нужно заправиться в сети ТАИФНК АЗС по картам «Альтернатива» или «Альтернатива такси». Либо оплатить топливо картой банка «Аверс». Зарегистрироваться на сайте акции. В личном кабинете указать код из чека. Собирать купоны участника. Они выдаются за каждые 50 литров бензина. Причем заправляться можно частями. Каждый купон участвует во всех этапах розыгрыша. Кроме купонов, выигравших на предыдущих этапах. Третий этап розыгрыша пройдет 15 февраля 2023 года. Главный приз – автомобиль. Хоккейный клуб «Акбарс» впервые выпустил художественную книгу для детей «Тайна пропавшей клюшки» или «Приключения обычного мальчика». В основе сюжета – история о восьмилетнем Эмиле. Несмотря на непонимание, обманы и обиды со стороны одноклассников, мальчик продолжает идти к своей цели – стать хоккеистом. Книга учит доброте, смелости и любви к природе, родному краю и хоккею. Первыми ее получили воспитанники Академии «Акбарса», а позже 13 тысяч экземпляров передадут библиотеке по всей республике. В чем «Тайна пропавшей клюшки» и отзывы первых читателей – репортажи Алены Струминской. Внимательно разглядывают новую книгу воспитанники Альметьевской и Казанской академии хоккея «Акбарс». Именно они первыми прочитали рассказ «Тайна пропавшей клюшки» или «Приключения обычного мальчика». Буду читать. Подравлюсь очень сильно. В основе сюжета – история обычного мальчика Эмиля. С друзьями он помогает Акбарсу спасти едва не сорвавшийся матч и защищает снежных барсов. А после и сам становится игроком главного хоккейного клуба республики. Звание хоккеиста важно заслужить. И именно эта книга показывает, какой путь необходимо пройти, для того, чтобы носить то самое звание «Я хоккеист». Потому что надеть коньки и взять с собой клюшку – этого недостаточно. И в этой книжке подробно расписано, какой путь и что, какие проблемы, какие препятствия были на пути маленького Эмиля восьми лет. Автор книги – московский писатель Анастасия Маркелова. История мальчика Эмиля должна пробудить в ребятах желание читать, любовь к книгам, развивать не только физические, но и интеллектуальные способности. Так считает и Зинет Улабили Лединов. Что касается вообще чтения или образования, я думаю, что это очень важно. Сейчас очень здорово, что мы обращаем на это внимание и стараемся вот этот крен изменить в лучшую сторону. Я думаю, что должны и читать много, и заниматься, и учиться, стремиться к знаниям. Книгу издали тиражом более 13 тысяч экземпляров. Уже сегодня она появилась в официальном магазине клуба, а позже станет доступна всем мальчишкам и девчонкам. Тайна пропавшей клюшки или приключения обычного мальчика появится в библиотеках по всей республике. Алена Струминская, Алмаз Зидинов, ТНВ, Казань. Это были все новости к этому часу, а я с вами прощаюсь. До встречи. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru Новогоднее предложение от консультативно-диагностического центра «Барсмен». Только до конца декабря успеете пройти расширенный МРТ-скрининг всего тела за 7900 рублей. Опасайтесь угарного газа. Он может возникнуть при несоблюдении следующих правил. Обязательно проверяйте тягу перед включением газового оборудования. При использовании газа обязательно держите форточку в режиме проветривания. Не вносите изменения в устройства дымовых и вентиляционных каналов. При первых симптомах отравления угарным газом, головокружении, слабости, сонливости выключите газовые приборы, откройте окна, покиньте помещение и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя. Автогидроподъемники. Красная машина. Твоя победа. Твой характер. Сельхознабкендери. Одна из ведущих компаний по поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей. Современная качественная техника. Выгодные условия. Высокий уровень обслуживания. ООО Сельхознабкендери. Плодотворное сотрудничество. Моя семья на мою профессию смотрит с большим уважением. Сама по себе профессия всегда востребована, поэтому и оплачивается очень хорошо. Рад тому, что помогаю людям. Как говорится, не каждому дано так щедро жить, но память людям города дарится. В Белке новогодняя распродажа. Скидки до 60%. Белка. Татарстан 7. 17 декабря в 18.30 в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится авторский концерт композитора Эльмира Низамова. Музыку композитора исполнит Казанский камерный оркестр «Ля Примавера». Здравствуйте. В пятницу синоптики обещают снег и понижение температуры в ночные часы. Данил Мастер поздравляет всех жителей республики с наступающим Новым годом и дарит скидку. 20% на заказ любой корпусной мебели. Акция действительно до конца декабря. Подробности по телефону 2-167-166. Итак, по данным сервиса «Яндекс.Погода» в пятницу в Бугульме Бавлаха-Ознакаево облачность сохранится. Ночью местами метель, а температура ночью понизится до 10 градусов мороза. Днем небольшой снег и около 6 градусов со знаком минус. Не обойдется без осадков в набережных Челнах Нижнекамской Елабуге. Ночью возможна метель до 9 градусов мороза, днем же 5 градусов нижноля. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши ночью до 10 градусов мороза. В дневное время небольшой снег и 6 градусов со знаком минус. В Варске, Кукмаре, Балтасе ночью возможен снег. Местами метель и около 8 градусов мороза. Днем небольшой снег и 4 градуса ниже ноля. В Болгаре, Дрожаном, Буинске ожидаются осадки. Ночью не исключена метель, днем ожидаются около 3 градусов со знаком минус. В Вальмитинске, Чистополь, Мадыши облачно временами со снегом. Ночью 8 градусов, днем же около 4 градусов мороза. В субботу погода ухудшается. Ожидаются осадки разной интенсивности и порывистый ветер. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости, яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В столице нашей республики облачность сохраняется. Ночью снег, местами метель и до 9 градусов мороза. Днем небольшой снег и около 3 градусов ниже нуля. Ветер южный, порывистый, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 92% магнитное поле земли спокойное. На дорогах снежные заносы и гололедица. Будьте осторожны. Зима – особенное время, ведь снег скрывает все вокруг. Для радости открыты двери. Пусть жизненных не будет в юг. В студии был Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом. С любимыми. Здоровья вам и сил.